В Рио главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам реконструкции Красной площади города Чебоксары и Чебоксарского залива. Напомним, Чувашия вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. По государственной программе развития культуры и туризма в Чебоксарах реализуется проект реконструкции Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера Чувашия – сердце Волги. Как правило, сюда люди выходили только на большие праздничные мероприятия или выходные дни, а мы бы хотели, чтобы это стало постоянным центром притяжения. В рамках создания кластера преобразятся две центральные площадки столицы Чувашии – Красная площадь и Чебоксарский залив. На Красной площади будут развернуты фестивальные, культурные, событийные площадки и площадь аттракционов. Будут расположены гамаки, разворотные кресла, чтобы люди у залива могли отдыхать. Также появится светомузыкальный фонтан с ночной подсветкой и с возможностью запуска десяти мелодий – музейно-выставочный центр. Музейно-выставочный центр, экспозиции которого мы бы хотели привозить с разных музеев города и республики, постоянно проводить обмен. Здесь вот рядом с колесом будет, сейчас вот она по факту будет чуть по другому представлю, например, здесь будет песочница и кафе. Здесь хорошая детская спортивная зона. Реконструкция залива предусматривает и замену сетей, которым несколько десятков лет. Отдельным лотом разыгрывается замена ливневой канализации вокруг всего залива. Заявленные в проекте решения будут выполнены к первому июня, плюс мы берем, наверное, где-то дней 5-10 на какие-то форс-мажорные обстоятельства, но, скорее всего, первого числа, наверное, все будет закончено, то есть красная площадь будет готова к приему гостей. На обустраиваемой территории предусмотрена ландшафтная зона, на которой расположатся кинетические скульптуры, площадки для отдыха и детских игр, кафе и два пирса. По соседству партер, территория рядом со спуском под Московский мост, с зоной отдыха и площадкой, с навесом, с многочисленными скамейками и велопарковкой. Историческая зона протянется от сквера Екатерины до монумента матери-покровительницы. Будут организованы лестничные спуски к лодочной станции, скамья-галька с подсветкой. В спортивной зоне предусмотрена отдельная площадка для отдыха детей и взрослых, раздевалки, прокат инвентаря, площадки для воркаута, волейбола, баскетбола, мини-футбола. Мы разбили, по идее, всю территорию залива на семь зон. Вот первая зона, пойдем отсюда, первая зона – это мегаплощадка. Спуск от дома правительства, здесь делаем еще такие спуски, и внизу будет предусмотрено резиновое покрытие с действительными спортивными элементами. Руководитель региона поблагодарил руководство Чебоксар и подрядные организации за хорошо проделанную работу. Он подчеркнул, что за счет совместных усилий можно обеспечить эффективность реализации выделенных средств, получив такие красивые объекты. Прежде всего, что это, с одной стороны, будет красиво, с другой стороны, будет современно, с третьей стороны, надежно и комфортно, потому что современные коммуникации – это и водоотведение, и чистота, и много-много другое. Стоимость работ по контракту составляет более 1,2 миллиардов рублей. В 2019-2020 году на реконструкцию Красной площади заложено 706,3 миллиона рублей. В 2021 году предусмотрена реконструкция Чебоксарского залива на 536 миллионов рублей. Укладка гранита уже выполнена на 75% площади. После реконструкции Красную площадь откроют в июне 2020 года. Полное благоустройство завершится в 2021 году. Анна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.